Художники – молчаливые литописцы эпохи, в которой они живут. Кисти служат их инструментами, краски заменяют слова. А вместо точных дат – эмоции, передаваемые светом и тенью. Значимость художественного искусства трудно переоценить. В целях сближения культурных берегов и освещения творческого потенциала жителей нашей страны господин Матиаш Силаги и посольство Венгрии в Молдове организовало выставку под говорящим названием «Гагаузская палитра». Я думаю, что очень важно показывать различные аспекты Молдовской изобразительного искусства. Мы себе поставили задачу показывать, возможно, больше различных художественных ориентаций. Я думаю, что это возбуждает интерес поехать на месте посмотреть. Прекрасная галерея, художественная галерея находится в Камрате. Я всем предлагаю поехать посмотреть на месте, как какие талантливые художники бывают и в Гагаузине, и как на всех других местах Молдове. Мнение о том, что художник должен быть голодным и бедным, кануло в лету. Сегодня, чтобы вкусить мир изобразительного искусства, необходимо выставляться и продвигать свои работы. Грамотный подход к собственной рекламе становится неотъемлемой частью успеха любого художника. Мы выбрали именно разную палитру художников, чтобы заинтересовать именно столичного зрителя. Насколько это удастся нам, я думаю, мы постарались угодить разным вкусам, разные тут жанры, посмотреть разные палитры. Каждый художник своеобразен по-своему. Художник, который не выставляется, не делает выставки, это такое ощущение, что тебя заперли в комнате и говорят, что ты отдыхаешь на море. Это невозможно представлением жить. Ты должен окунуться во что-то. Мне кажется, для каждого художника очень важно и ценно выставляться, тем более в таких престижных местах, как помещение посольства. На выставке «Гагаузская палитра» представлены работы четырех художников, из которых трое смогли присутствовать на ее открытии. Однако есть ли место национальности в искусстве и возможно ли отличить местный колорит на холсте? Я думаю, что немножко отличается «Гагаузская», потому что у нас, благодаря южному солнцу, у нас палитра немножко ярче. Очевидно, вот природа, которая нас окружает, она все-таки немножко отличается. Это юг нашей страны, там много солнца, там выгоревшие такие тона, пастельные тона. Может быть, вот это немножко отличает. Характер темпераментный тоже, наверное, вот это имеет место. Для меня искусство национальности не имеет. Творчество есть творчество. Но творчество национальное, культуры, колорита, обычаев, оно имеет различия. Художник, который пишет зимой на севере, и художник, который пишет на юге, например, Молдовы, все равно пейзажи отличаются. Среди самых часто называемых причин, мешающих развитию молодого художника, значится незаинтересованность покупателя, отсутствие необходимых для творчества условий и стеснение собственных работ. У наших художников есть несколько советов, которые могут прийтись как раз к стати, если вы стоите только в начале творческого пути. Ну, чем раньше начинать, тем лучше и получать профессиональное образование, потому что у меня это все долго длилось. И в детские годы я не посещал ни кружки, ничего, я самостоятельно рисовал. Но, может быть, родители должны были обратить внимание на это. Ну и потом я получал образование одно, потом другое образование. Все это постепенно длилось аж до 33 лет. Знаете, в этой жизни всегда встречается так, что больше людей не поддерживают, а давят и критикуют. Поэтому молодым художникам посоветовал бы творить, рисовать. Во-первых, первый зритель – это сам художник. И он должен удовлетворять свои чувства, свои эмоции. Они для него, может быть, родные, а другого человека они чужды. Поэтому та работа ему не нравится. В первую очередь, он должен делать для себя и получать удовлетворение. Посольство Венгрии в Молдове зачастую организовывает мероприятия, целью которых становится продвижение искусства в массы. Господин Матиаш Силаги называет это культурной дипломатией и добавляет, что посольство планирует еще целый ряд мероприятий. Такая любовь к искусству заставляет задаться вопросом, а не ждет ли нас в скором будущем выставка самого посла. Я пока еще предпочитаю воспринимать искусство. Как-то мне это интересно. Я так чувствую, что это совершенно меня удовлетворяет. Но кто знает, конечно, может быть, в один красивый день еще захочется рисовать. Или присоединиться к творческой работе художников. Пока еще я чувствую себя очень хорошо как восприниматель. На выставке «Гагаузская палитра» представлены работы художников Григория Дечева, Петра Фазлы, Федора Дулогла и Людмилы Алифриенко. Приобщиться к искусству и Южному солнцу возможно до 30 августа. С понедельника по пятницу с 11 до 12.00.